Уважаемый зритель, прежде всего хотим отметить, что пост — это достойнейший акт поклонения, и он является одним из признаков глубокой веры в Аллаха. Лишь искренняя любовь к Аллаху и страх перед ним могут побудить человека соблюдать этот великий и нелегкий вид поклонения. Прежде чем приступить к вопросу, принимается ли пост у человека, который не совершает намаз, — ежедневную пятикратную молитву, мы поделимся с вами своими искренними мыслями по этому поводу и попытаемся разобраться, почему человек, который постится, не желает молиться. В данном видеоролике мы проанализируем, какие причины, облегчающие пост, также применимы к намазу. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Именем Аллаха Милостивого Милующего Будет ли принят пост того, кто не совершает намаз? Дорогой наш зритель, который постится, но не молится, на вопрос «Почему ты можешь поститься, но не желаешь молиться?» ты, вероятно, дашь один из ниже следующих ответов. Мы, в свою очередь, рассмотрим каждый из твоих ответов и попросим тебя пересмотреть их. Если ты скажешь, что постишься, так как пост занимает важное место в исламе, и это приказ Аллаха, то знай, что намаз занимает более важное место в исламе. Всевышний Аллах ниспослал в Коране 4 аята о соблюдении поста и более 100 аятов о важности совершения намаза. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, называл намаз опорой ислама. Более того, пятикратная молитва — это единственное предписание в Коране, которое всемогущий Аллах повелел пророку, мир ему и благословение Аллаха, лично, непосредственно во время его вознесения на седьмое небо. Всевышний Аллах пожелал наделить своего посланника чудом восхождения на небеса. Там Аллах обратился к нему и лично предписал ему и его последователям совершать намаз. В этом состоит отличие намаза от прочих видов поклонения в исламе, потому что о важности соблюдения поста и других актов поклонения пророку, мир ему и благословение Аллаха, откровение от Аллаха передавал лично ангел Джибриль, мир ему. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «Первое, за что будет спрошен человек в день воскресения, это намаз. И если намаз его будет хорош, то хорошими будут и все остальные его деяния. Если же намаз его окажется негодным, то и остальные его деяния окажутся негодными. Если в его обязательной молитве найдутся упущения, Великий и Всемогущий Господь скажет, «Посмотрите, есть ли на счету моего раба добровольные молитвы, и ею восполнят упущения, допущенные в обязательной». Затем счет деяний будет продолжен на основании этого. Посмотри на великое положение намаза в исламе и его превосходство над всеми остальными видами поклонения. И подумай, разве веление Всевышнего Аллаха совершать намаз не важнее всего остального? Если ты говоришь, что постишься, потому что любишь Аллаха, то знай, что Аллах, которого ты любишь, хочет, чтобы ты любил его больше, ежедневно совершая пятикратную молитву. Всевышний Аллах проверяет каждого, кто заявляет, что любит его, следующим аятом из суры семейства Имрана в Коране. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Как видно из аята, самое главное, что доказывает любовь ко Всевышнему, это следование и повиновение его пророку, мир ему и благословение Аллаха. Те, кто следует за ним и подчиняются его учениям, действительно любят Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал о молитве, «Намаз — это свет моих глаз». Чтобы быть из числа благодарных творений Аллаха, пророк, мир ему и благословение Аллаха, проводил в молитве треть, а иногда и половину ночи. Всевышний Аллах говорит в суре закутавшейся, «О закутавшейся! Воистину твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третьей ночи, или половину ее, или треть ее». Если мы любим Аллаха, разве мы не должны любить намаз, так как его любил пророк? «Мир ему и благословение Аллаха! Оставим дополнительные намазы! Разве мы не должны хотя бы совершать обязательные молитвы?» Знаете ли вы, что наградой для тех, кто совершает молитвы фаджар и асар коллективно, является встреча с Аллахом лично в раю? Есть ли способ лучше для воссоединения с тем, кого любишь? Кроме того, самое важное — это любовь Аллаха к своему творению. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил, что ближе всего к своему Господу раб Аллаха оказывается во время совершения земного поклона. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, что самым любимым делом для Аллаха является молитва, которую человек совершает вовремя. Во многих аятах Корана всемогущий Аллах говорит, что любит богобоязненных, то есть тех, кто боится его. В третьем аяте суры корова Всевышний Аллах говорит, что богобоязненные — это те, кто верят в сокровенное, неведомое им, и совершает намаз. Тот, кто действительно любит Аллаха и хочет, чтобы он тоже любил его, сделает то, что больше всего угодно Всевышнему, а именно начнет совершать намаз, не так ли? Ты говоришь, что постишься, потому что боишься Всевышнего Аллаха, но ты должен знать, что тебе следует бояться Аллаха вдвойне, потому что ты не совершаешь намаз. Посмотри, что всемогущий Аллах сказал не только о тех, кто вообще не молится, но и о тех, кто молится небрежно. Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам. В своей книге Всевышний Аллах предупредил тех, кто не совершает намаз. Он не уверовал и не совершал намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся, а затем горделиво отправился к своей семье. Горе тебе, горе. Еще раз, горе тебе, горе. К тому же, когда тех, кто попадает в ад, спросят, почему они там оказались, посмотрите, что они ответят. Что привело вас в преисподнюю? Они скажут, мы не были из числа тех, кто совершали намаз. Мои дорогие брат и сестра, есть множество аятов и достоверных хадисов об ужасных последствиях отказа от молитвы. Эта участь намного хуже участи того, кто отказывается от поста. Не лучше ли в этом вопросе бояться Всевышнего Аллаха в большей степени? Если ты соблюдаешь пост из-за его пользы, знай, что пользы от намаза гораздо больше. Если рассматривать преимущества будущей жизни, то, как мы уже упоминали, намаз это поклонение, которое Всевышний Аллах любит больше всего. И в день воскресения в первую очередь человек будет спрошен про свой намаз. Намаз — это акт поклонения, который приближает тебя к Аллаху, ведет в рай и защитит от попадания в ад. Намаз имеет огромное преимущество для будущей жизни. Если ты рассматриваешь пользу намаза лишь для этого мира, то знай, что Всевышний Аллах пообещал даровать в этом мире молящимся нечто важное, чего он не обещал постящимся. Он говорит в суре Таха, «Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебя уделом, а добрый исход за богобоязненностью». Как видишь, совершение намаза и повеление своей семье также совершать молитву является одной из причин, по которой Аллах наделяет человека материальными благами в этом мире. Более того, пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, совершивший утренний намаз находится под защитой Аллаха. Того, кто совершает утренний намаз, Аллах будет оберегать и защищать от любой опасности и вреда на протяжении всего дня. Что касается пользы поста, намаза и других актов поклонения с точки зрения медицины, то они были предписаны потомкам Адама не из-за медицинских соображений, а из благочестия перед Всевышним Аллахом. Однако, по мнению современных ученых-медиков, намаз оказывает более сильное и продолжительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, суставы и психику человека, чем пост. Посмотри, насколько совершение молитвы полезно для нас во всех аспектах нашей жизни, и насколько человек, который не молится, сам же лишает себя всех этих благ. Ты говоришь, что надеешься на вознаграждение, соблюдая предписанный Аллахом пост, что ты хочешь оказаться в раю и спастись от ада, но тебе следует знать, что если ты хочешь заслужить благо и довольство Аллаха, ты должен соблюдать все его заповеди и воздерживаться от всех его запретов. Аллах повелевает совершать намаз во много раз больше, чем приказывает человеку поститься. Более того, как мы уже упоминали, первое, что будет рассматриваться в день воскресения, это намаз. Если намаз будет без упущений и изъянов, то после него будут рассмотрены другие деяния человека. Если намаз будет неполноценным, это отразится на судьбе человека не лучшим образом. Точно так же, как в раю есть ворота только для постящихся, там есть врата для тех, кто совершает намаз. Есть множество аятов и достоверных хадисов, где говорится о наградах в раю, которыми будут удостоены лишь те, кто совершает намаз. Оставление намаза одна из величайших причин ведущих человека в ад. Разве человек, который соблюдает пост ради вознаграждения от Аллаха, не должен еще крепче держаться за свой намаз. Если ты считаешь, что поститься легче, чем молиться, то знай, что вероятная трудность, с которой можно столкнуться, может быть нескольких типов. Если проблема носит моральный характер, если ты считаешь, что еще не готов к молитве, то, скорее всего, основная причина в том, что ты не осведомлен о намазе настолько, насколько тебе известно о посте. Мы уже предоставили достаточно информации о преимуществах и пользе намаза. Чем больше ты будешь узнавать о достоинствах молитвы, тем легче будешь ощущать себя духовно. Если ты не молишься из-за физических проблем, то знай, что ислам — это религия облегчения, в которой есть выход из любой трудности. Как и при соблюдении поста, при совершении намаза тоже учитываются болезни и другие ситуации, затрудняющие поклонение. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал как-то больному сподвижнику, совершай намаз стоя, но если ты не в состоянии сделать это, то совершай намаз сидя, если ты не в состоянии сделать и это, то совершай его лежа на боку. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, обычно говорил, провозгласи о начале молитвы, «О Беляль, позволь нам отдохнуть и насладиться ею. Молитва принесет тебе покой и умиротворение, а не усталость и недуг». Одна из проблем, на которую жалуются многие пожилые люди, это трудности с запоминанием слов молитвы. В этом случае мы рекомендуем молиться, держа в руке молитвенный листок. Большинство из тех, кто совершает намаз, уже научились молиться таким образом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «Когда я приказываю вам сделать что-либо, делайте это как можете». Кроме того, следует отметить, что большинству людей поститься сложно физически. Тот, кто умеет соблюдать пост, по воле Аллаха сможет и совершить молитву. Ты скажешь, что пост длится всего один месяц, а намаз пять раз ежедневно. Но знай, если пост длится 30 дней, минимум 10 часов в день, это составляет примерно 300 часов в месяц, то обязательные молитвы занимают всего около 30 минут в день, что составляет 180 часов в год. Как видишь, время, которое ты тратишь на пост в течение месяца, гораздо больше, чем время, которое ты потратишь на намаз в течение целого года. Тот факт, что намаз совершается пять раз в день, объясняется его большой важностью и большой необходимостью в нем. Намаз, как и пост, удерживает человека от совершения плохих поступков. Всевышний Аллах говорит в Суре Паук, воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Одна из мудрости Аллаха это ежедневная пятикратная молитва. Например, если человек намеревается сделать что-то плохое, приближение времени молитвы задержит его. Человеку станет стыдно перед Аллахом в молитве и он воздержится от совершения дурного поступка. Поскольку намаз это общение Аллаха со своим творением напрямую, именно в намазе человек находится ближе всего к Аллаху. В это время человек больше обычного чувствует, что его Господь наблюдает за ним. И соответственно у него возрастает богобоязненность. Посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха как-то спросил людей «Как вы думаете, если бы у дверей дома кого-нибудь из вас протекала река, в которой он купался бы пять раз в день, осталась бы на его теле после этого какая-нибудь грязь?» Ему ответили «Нет, не осталось бы никакой грязи». Тогда он сказал «Это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах стирает грехи». Давайте сравним пост, который нужно соблюдать один раз в год в течение тридцати дней, с пятикратной молитвой, которую следует совершать ежедневно на протяжении всей жизни. Представьте, что в вашем служении находятся два человека. Как по-вашему, кто из них лучше? Тот, кто прислуживает вам тридцать дней подряд по восемь-десять часов в сутки, но один раз в год. Или тот, кто ненадолго, но в течение всей вашей жизни ежедневно навещает вас пять раз в день, справляясь о вашем состоянии. Аллаху угоднее незначительное, но длительное и постоянное поклонение, чем большое, яркое, но кратковременное. Теперь попробуем ответить на вопрос, будет ли принят пост того, кто не совершает намаз. Здесь можно выделить три случая. Первый случай. Человек постится, но игнорирует повеление Аллаха относительно намаза, отрицая важность его совершения. Несмотря на то, что это очень спорное утверждение, мы должны знать, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха говорил, поистине между человеком и многобожием неверием оставление молитвы. Если, несмотря на все доказательства и доводы, предоставленные компетентными и знающими людьми, учеными, которые способны развеять любые сомнения по данному вопросу, человек продолжает осознанно отрицать важность совершения молитвы, то он считается вероотступником. Тщетны и пусты все деяния у человека, который отступил от своей веры. Второй случай, человек постится, но не молится от лени. Человек, пренебрегающий молитвой от лени, подвергает себя большой опасности и теряет многие блага этого мира и будущей жизни. Как мы уже упоминали, первое, за что будет спрошен человек в день воскресения, это его намаз. И если молитва будет принята от него, то и другие деяния примутся. Информация о пользе намаза и плохих последствиях отказа от его совершения, которую мы предоставляем, увеличивает любовь к молитве, мотивирует и исцеляет человека от лени. Поэтому работай над собой и действуй без промедления. Третий случай, человек постится, но не знает о важности совершения молитвы. Надеемся, что предыдущие посты этого человека будут приняты Аллахом, потому что наша религия прощает неведение. Однако как только человек узнает об истине, ему следует начать молиться, чтобы обрести любовь Аллаха, защитить себя от его гнева и стать одним из его возлюбленных творений. Уважаемый зритель, Рамадан это не просто месяц поста, это также месяц молитвы. Пророк мир ему и благословения Аллаха сказал, тому, кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду от Аллаха, простятся его предыдущие грехи. В другом хадисе говорится, тот, кто выстаивал Рамадан в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, ему простятся его предыдущие грехи. Начни молиться без промедления, заверши месяц Рамадан и свой пост намазом, самым возвышенным и достойным поклонением Всевышнему Аллаху. Начни сегодня, мы будем очень рады, если в комментариях вы напишите, что уже начали совершать намаз. С нетерпением ждем от вас хороших новостей. Продолжение следует...